Доброе утро, Челябинск! Учение цвет и с этим уж точно не поспоришь. Но в школьные годы далеко не все об этом думали. Мы думали о первой любви, дружбе, о своих учителях, оценках. И вот сегодня мы решили о задаче челябинцев. Какие правила из школьной программы помните вы? И помните ли вообще? Идём. Любое, обещай, любое. Жиши пиши с буквы. Жиши пиши с буквы. Жиши пиши си. Ча-ща, Жи с буквой А. Вот это разнообразие, друзья! Вот это вы прям всех победили! Молодец! Жиши пиши с буквой И. Вы сегодня не в фаворитах. Жиши пиши с буквой И. Это самое оригинальное правило сегодня. Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыкнул циц. Прям подошёл? Ну да, вроде так, я не помню. Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыпл цыпл. Прекрасно! Ты сегодня будешь супер оригинален! 9 на 7! Давайте так вот, 35 на 35. Знаете сколько? Нет, сколько? 1225. Вау! Отвечать можно только, если поднимешь руку. Слушайте, ну вы прям сегодня сыпите и сыпите вариантами. Вы прям вообще в бух, молодец! Жиши! Каждый охотник желает знать, где спрятался фазан в школе. Сидит, сидит. И спрятался тоже. И спрятался, и сидит. В разных городах по-разному, Ален, ты согласна? А я вот знаете, что скажу насчёт школьных правил? Школьные правила учить нужно обязательно, потому что, я считаю, в этом смысле всё должно быть простенько и жизненно. Все эти правила однозначно пригодятся вам для того, чтобы сделать дома ремонт, высчитать правильно количество, например, обоев. Вот частый вопрос в магазинах. Например, посчитать сдачу в магазине, да и вообще грамотно писать, читать и разговаривать. Хорошего дня вам, дорогие наши! Субтитры создавал DimaTorzok